Кто-то из великих сказал, что заботясь о своем здоровье, мы губим свои болезни. Что ж, не будем противоречить этому мудрому высказыванию, а действительно позаботимся о своем здоровье. Тем более хороший путеводитель в этом – наша программа. Здравствуйте! В эфире Азбука Здоровья. Очень часто причиной язвенной болезни является такое заболевание, как гастрит. Что это такое, от чего он возникает, как проявляется, об этом мы сегодня поговорим. И зададим наш вопрос ведущему гастроэнтерологу Витебского областного клинического специализированного центра Косиниц Наталье Сергеевне. Наталья Сергеевна, что такое гастрит? Гастрит – это заболевание, которое связано с длительным воспалением слизистой оболочки желудка, которое проявляется периодами обострений и ремиссии. Что является наиболее частой причиной развития гастритов? Основные причины развития гастритов являются неправильный режим питания, а также употребление в пищу, острой, жирной, копченой пищи, прием алкоголя, курение, чрезмерное употребление лекарственных средств, особенно в качестве самолечения, длительные стрессы, нервные перенапряжения. Все это относится к основным факторам агрессии, которым и приводит развитие или обострение хронического гастрита. Такой микроорганизм, как хеликобактер, является причиной развития язвенной болезни. А является ли он причиной гастритов? Сам по себе микроорганизм хеликобактер пилори не является причиной гастрита. Только в сочетании с факторами агрессиями он может привести к развитию хронического гастрита. К факторам агрессии относятся такие, как курение, злоупотребление алкоголем, нарушение сна, нарушение режима жизни, нарушение питания. Да, именно эти факторы при длительном существовании и наличии хронического гастрита могут приводить к развитию язв, язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Особенно у пациентов, которые игнорируют лечение. При тяжелых формах течения язвенной болезни, а также игнорировании таких симптомов, как боль в эпигастрии, тошнота, изжога, могут развиваться осложнения. Какие же осложнения возникают при язвенной болезни? Опасны ли они для жизни человека и чем чревато их развитие? Осложнения язвенной болезни довольно-таки опасны и при отсутствии лечения возникают довольно-таки часто. Основные осложнения являются перфорация, пенетрация, кровосечение, амалигнизация и стеноз привратника. Прободение или перфорация язвы желудка у больных язвенной болезнью составляет от 5 до 15%. При длительном существовании язвы на слизистой оболочке под влиянием агрессивного желудочного сока происходит разъедание подслизистых структур и мышечной стенки органа с образованием сквозного дефекта. В этом случае требуется проведение неотложного оперативного вмешательства. Кровотечение из язвы происходит, когда в области язвы происходит повреждение сосуда. Язва постепенно разъедает стенку сосуда, из которого и начинается кровотечение. Кровотечение из язвы является показанием к экстренной госпитализации в хирургическое отделение. Пенетрация – это проникновение и распространение язвы за пределы стенки желудка или 12-перстной кишки в рядом лежащие органы и ткани. Пенетрация язвы развивается постепенно, ее достаточно сложно выявить. Малигнизация язвы – осложнение течения болезни, при котором первичное изъявление слизистой перерождается в злокачественное новообразование. Фиброгастроскопия – это главный метод диагностики малигнизированной язвы желудка. При развитии малигнизации язвы лечением пациента занимаются онкологи. Стеноз привратника желудка – пилорастеноз. Это осложнение язвенной болезни желудка, развивающееся в результате сужения выходного отверстия привратника желудка. При развитии пилорастеноза переваренная пища накапливается в желудке, что приводит к развитию тяжести в желудке, а в последующем – к частой и обильной рвоте. Лечение, как правило, хирургическое. Наталья Сергеевна, как на современном этапе развития медицины проводится лечение язвенной болезни желудка? Какие имеются наработки? В гастроэнтерологическом отделении Витебского областного клинического специализированного центра проводится лечение данной патологии. Если язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки связаны с таким микроорганизмом, как хеликобактер пилори, проводится эрадикационная терапия. Это значит уничтожение данной бактерии. Это приводит к улучшению заживления язвы и уменьшению рецидивов, то есть обострения данного заболевания. Если все-таки язвенная болезнь не связана с этим микроорганизмом, то проводится лечение препаратами, которые защищают слизистую, уменьшают выработку соляной кислоты желудка и также наличие каких-то дезмоторных изменений в желудке. Но каждый клинический случай индивидуален, поэтому только врач или терапевт или гастроэнтеролог может предложить вам правильное лечение. Чтобы избежать развития осложнений язвенной болезни желудка, необходимо начать своевременное лечение. Лечение, как правило, комплексное и включает в себя медикаментозную терапию, физиолечение, санаторно-курортное лечение, диета-терапия, психотерапевтическая профилактика. И в крайних случаях пациенту необходимо прибегать к хирургическому лечению. Врачи Витебского областного клинического специализированного центра проводят лечение язвенной болезни в соответствии с современными международными рекомендациями. И им удается достичь очень хороших результатов при лечении пациентов. Для профилактики развития рецидивов язвенной болезни необходимо проводить профилактику. Профилактические мероприятия позволяют снизить частоту развития рецидивов, улучшить качество жизни. О том, как правильно проводить профилактику, как правильно придерживаться диетотерапии, даст рекомендации главный нештатный гастроэнтеролог, доктор меднаук, профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Витебского государственного медицинского университета Юпатов Геннадий Иванович. В настоящее время при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а в частности язвенной болезни желудка и двеносперстной кишки, соблюдение строгой диеты не требуется. В связи с тем, что появились новые лекарственные препараты, которые позволяют избегать соблюдения такой строгой диеты. Ранее пациенты длительное время употребляли слизистые супы, перетертые каши, продукты в таком измельченном виде. В настоящее время определенные ограничения тоже соблюдать следует. Если у вас есть обострение язвенной болезни желудка и двеносперстной кишки, обязательно нужно прекратить прием жареных продуктов в любом виде. Любого жареного мяса, жареной картошки, яичницы. Все эти продукты можно приготовить в каком-то вареном или тушеном виде. Также сырые овощи и фрукты употреблять не следует в период обострения. Если это овощи, то их тоже можно приготовить в каком-то запеченном, тушеном виде. Алкоголь вызывает повышение секреции в желудке и также является фактором, который вызывает ухудшение течения язвы желудка и двеносперстной кишки. Крепкий чай, крепкий кофе также повышают секрецию в желудке и не рекомендуется в период обострения этих заболеваний. Копченые продукты также нужно ограничивать вместе с жирными сортами мяса и птицы. В целом продукты жареные и копченые всем даже здоровым людям следует принимать в ограниченном количестве. Придерживаясь этих рекомендаций, а также в целом принципов здорового, правильного питания, возможно избежать заболеваний и желудочно-кишечного тракта, а также многих других заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимо принять для себя тот факт, что диета не является каким-то временным мероприятием. Необходимо раз и навсегда пересмотреть свой характер питания, изменить свои пищевые привычки, если вы хотите жить, радуясь каждому дню. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова